Контейнерная площадка во дворе дома 34 на улице Труда скрыта от посторонних глаз, но о ней знают многочисленные птицы и лица без определенного места жительства. Несколько раз в день она пополняется близлежащими магазинами, пользуется ею и жители сразу нескольких многоэтажек. Так исторически сложилось, что расположена она на территории 34 дома. Таким образом, обслуживать ее приходилось ему своими силами. В УГХ я обращалась, мне сказали, твоя личная частная собственность, приведи ее в порядок. И все. В управляющую компанию «Наш дом» я обратилась, они также сказали, не наша территория, что хочешь, то и делай. То есть все меня бросили и как хотите, так и поступайте. Чрезмерная активность председателя едва не вышла боком. В управлении городского хозяйства Оксане Анатольевне предложили навести здесь порядок в течение двух дней. Иначе штраф – 200 тысяч. Вот так площадка выглядела еще пару дней назад. Убрать ее своими силами, да еще в условиях самоизоляции, было попросту невозможно. Из-за этого мне пришлось обратиться к коллегу Юрьевичу Лихачеву с этим вопросом, как-то решить, почему только должна быть одна я наказана, а другие дома никто не будет наказан, ни управляющие компании, никто не будет. Он помог мне. Через час уже работали бригады. Несмотря на то, что уже вывезены десятки мешков с мусором, работы здесь предстоит немало. В этом лично убедился временно исполняющий обязанности главы города Вадим Лысанов в рамках рейда. Сомнений нет. Управляющим компаниям нужно садиться за стол переговоров и решить дальнейшую судьбу площадки, которая, как мечтает председатель дома, должна стать образцово-показательной. Мечиков даст плиту, Попов даст железо, а Смехин сделает. Это первое. Второе – надо дорогу гридерну что-то подсыпать. И всеми управляющим еще раз. Это они еще прибрали здесь. Будем один раз в порядок, потом только поддерживать. Пение птиц – единственное, что украшает территорию вблизи остановки 1533 километр. Просто сказать, что она завалена мусором – недостаточно. Отходы сбрасываются в ров мешками. То, что здесь происходит, я так понимаю, она не сегодня здесь, не вчера, не позавчера и даже не год назад. Это годами она копилась. И понятно, что это мусор незавезенный. Это люди, которые проживают на шпальнике. Это люди, которые проживают здесь рядом. Они пожизненно бросались сюда, в эту помойку. И сегодня, к большому сожалению, нам приходится вот это убирать. Сегодня здесь побывала бригада дворников города. На подходах к площадке стало намного чище. Еще утром парк украшали бутылки и пластик. Местами даже встречались курточки и другая одежда. Бригада из 8 человек. Работали мы сегодня 4 часа. На этом участке, как вы видите, мешки мы собрали в пределах 80 мешков мусора. Генеральная уборка, безусловно, приносит результат. Однако, важно помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И касается это не только отдельного дома, но и города в целом. Уважаемые жители, мы живем в маленьком, красивом, старом городе. И если мы так будем относиться к нашему городу, то пройдет совсем немного времени, и мы зарастем вот этой грязью. К нам мусор в город никто не везет со стороны. Сегодня организация, которая занимается вывозом мусора, обеспечила жителей города мусорными баками, контейнерами и площадками. Это все есть. Пожалуйста, сохраните свой город в чистоте.